здравствуйте рыбаки и рыбачки вот смотрите какого мы сломали споймали громадного сома сейчас мы его будем торжественной обстановке отпускать вот видите вот он поплыл здравствуйте рыбаки и рыбачки вот этот мой друг максим она покажи морду своего лица вот он красавец мы с ним ездили на ночную рыбалку он рыбу любит ловить только по ночам потому что боится пугать своим внешним видом окружающих вот наловил он нырял меди он специалист может на 5 метров нырнуть нефиг делать я руковожу руководитель всегда должен быть вы знаете вот этот анекдот про попугаю пришел товарищ купить попугая жена попросила спрашивает сколько стоит этот попугай висит бирж сашу не видите 100 долларов а чё он может он танцует разговаривает 2 150 долларов а это что может этот не только танцует разговаривает песни поет хорошо а вот этот полтысячи долларов что он может а он ничего не может а чего он художественный руководитель без него эти ничего не делаются вот так и здесь я учу а он работает процесс познания бесконечен так как бесконечна материя век живи век учись и дураком убрешь а мы будем сегодня ловить сома и покажем еще у нас одна из секретная насадка ну если вы лайк поставите может там персонально тому и скажем все вот наши меди чуть подсохли вот мы нанизали такую дуру видите будем пробовать на нее что получится максим пошел кидать спиннинг хочет что-то урвать вот вы видите один спиннинг я поставил второй спиннинг поставил и там где-то третий это будет четвертый он максим заныкался нацеливает свой спиннинг на крупную рыбу наверное но улыбается значит я угадал он такой он немного скрытный ну что вы хотите бывший разведчик они все такие неразговорчивые вот и какой у него спиннинг то это можно крокодила тянуть а я попутно чтобы зря времени терять взял две удочки и он видите два поплавка ведь вот прикормил пшеницей он забросил смотрите видите как далеко забросил ну чем дальше тем крупнее рыба это понятно вот два поплавочка у меня вот смотрятся буду подсвечивать попробую может подойдет лечь на мастырку но это дело покажет время он что-то выкинулась на речке вот непонятно что там выкинулась и он велосипедисты катаются в общем такая у нас картина вон там стоит машина чтобы никто не догадался замаскировали ее в траве вот солнышко садится видите солнышко садится хорошая погода ох какая-то там рыба вышла наверно пискарь последние лучи заходящего солнца дают нам возможность поужинать вот стол у нас богатый чего настолько нет и сало есть и колбаса и яйца и мясо и редисочка и чесночок и булочки с чесноком и тут еще перчик то вышло это песня в общем сейчас мы подкрепимся и потом будем шмалять эту рыбу только успевать с того берега нам кричат на что ловите как ловите мы им все рассказали даже сказали где продаются выползки 150 гривен пол килограмма а порция до порция но за коробок да ну в разных местах по-разному вот смотрите солнышко садится красота прекрасно слились с природой воедино только не знаем чем она нам ответит вот максим улыбается как всегда вот виктория у нас будет ладно спасибо присоединяйтесь давайте ужинать как там трусите ваши холодильники у кого что есть ладно все пока смотрите взошла коварная луна полнолуние наверное поэтому у нас клювая не будет вот она какая круглая круглая он там звездочки светит может быть не будет клёво клёво может быть и не быть и вот смотрите на опарыш взял сом кило два с половиной я думал а до этого нам на мастырку взял сом ну порвал все я почему сом потому что он как пошел по дну сорвался так там такие вот как коряги ну так только сом делает ну вот так вот тут сомик ну что ж делать с тобой мы вообще ловили больших сомов ну ничего посмотрим и и вот я накаркал или как не знаю у нас стояло девять спиннингов на перловицу шесть моих и три максима за ночь не было ни одной поклевки а вот это вот на удочке я ловил пытался поймать карася поймал два сомика одному выпустили сразу второго положили в мой длинный капроновый садок максим киножинка хотела сома поесть но получилось так что когда мы стали собираться достаем садок а а сома нет елки мы в шоке потом максим провел экспертизу оказалось что там прогрызена громадная дырка вот это вот сом не мог прогрызть значит это получилось дело рук крысы вот так после этого максим говорит слушай не надо никакого ролика выкладывать чего позориться обиделся и ушел хотел так жинку сомом угостить мы же делились что улов пополам но я в свое вроде выпустила его остался но крупный такой более-менее сом нормальный вроде бы и говорит не надо позориться речи позориться в принципе рыбак поймет рыбак посмеется над нами зато после этого я хожу вывод сделал негативный результат тоже результат теперь хожу на рыбалку железным садком к слову у меня их два один большой большой один поменьше вот так ну спасибо за просмотр удачи всем ставьте лайки смотрите